Я считаю, что Ереван готов вообще к моему ресторану, а я уже готов к Еревану, потому что надо было прожить долгую жизнь, чтобы понять, что твои корни то, что остается с тобой навсегда. И вот я решил сделать ресторан в Ереване. Традиционно я делал итальянские рестораны. Мои рестораны в Москве, в Петербурге и в Берлине итальянские, потому что здесь будет итальянский ресторан. Небольшая там крошечная часть меню будет посвящена тем блюдам, которые я люблю в Армении, условно, на Востоке, так скажем. Ну, она будет очень кручная. А так, в основном, команда у меня итальянская. Я очень много времени провел в Италии, я очень хорошо знаю эту кухню. Она очень близка, в принципе, армянам. Поэтому будет итальянский ресторан, будет называться «Мина», и уже как бы ереванцы ходят по Сарьяно и смотрят на это здание, получают удовольствие и фотографируются. Фотосессия идет с утра до ночи у нас. Такой вот свет ресторана, что всем нравится. Я обожаю баклажаны, обожаю промидоры. Я не думаю, что я отличаюсь чем-то от армян, которые любят. Я люблю дому. Ну, то есть, я люблю нашу кухню, конечно. Нужно открыть Армению для всего мира более подробно, потому что, к сожалению, при том, что к армянам везде отношения прекрасные, как к очень трудолюбивым, очень талантливым людям, ну, это так на самом деле, то именно саму Армению как страну, хотя все мечтают попасть, знают немногие. И кухня как раз-таки это один из элементов того, что может быть и привлекательным, потому что мы все едем туда, где вкусно, где хорошо, красиво, где гостеприимно, но где вкусно. Поэтому нужно будет, вот я сейчас занимаюсь этим, чтобы в следующий год, два, три, привезти сюда людей, так называемых оппинин лидерс, которые формируют мнение, да, вот о Грузии уже оно сформировано, они постарались чуть-чуть раньше, и с виноделием чуть-чуть раньше, да, вот возрожденным. Сейчас очень активно и здесь это происходит, это связанные вещи. И, конечно, для того, чтобы это произошло, мы должны глубже знать свою культуру и передавать эту любовь через еду, через атмосферу, вот, людям во всем мире. Тогда это станет очень популярным, так говорят, destination направлением, и тогда мы сможем, это дорога в две стороны. Чем больше мы будем делать, чтобы они приезжали, тем больше они будут приезжать, и тем больше мы будем от них тоже получать вот этот ответ с точки зрения нашей популяризации. Ну, нам надо делать то, что мы любим, и все, и больше ничего не думать ни о чем, не подстраиваться ни под кого. Вот это наша задача. Понятие fine dining устарело во всем мире, я считаю, что это все ерунда полная. Я считаю, что мои рестораны – fun dining, если вы понимаете разницу, fun dining и fine dining. Вот, поэтому я желаю Армении, чтобы она была fun dining, а не fine dining. А вот для вас кухня – это страсть, любовь или это бизнес? Это все вместе, наверное, все вместе, потому что нельзя сказать, что больше, наверное, больше – это любовь. Без этого невозможно. Еда – это просто времяпровождение невероятного, приносящего удовольствие с очень близкими людьми, оставляющее невероятные впечатления для всех, кто вокруг этого. Поэтому мне это очень нравится, всегда нравилось. Самое первое ваше воспоминание о еде, я имею в виду детское воспоминание? Ну, это бабушка, конечно. Бабушка готовила много, и все, что она готовила, было невероятно вкусно. И особенно, когда приходили наши родственники, у нас был небольшой палисадник, и мы собирались там во дворе. Ну, это, наверное, такое общее воспоминание очень многих людей, которые живут в Армении. Мне очень это дорого. Понятие семьи – вот это очень важно. И с самого-самого детства, и когда семья собирается за большим столом, и большая семья – это, наверное, главное. Любая кухня, она стоит на каких-то базовых принципах. И если вы разберетесь с них, как в азбуке, да, то вы можете дальше быть креатором, вы можете фантазировать, как хотите, но вы должны знать ноты, да, условно говоря. Поэтому есть несколько глобальных таких кухонь, великих, да, то есть французская кухня и все, что отходит от французской кухни. Японская кухня, вот вы недавно сказали перуанская кухня, китайская кухня. То есть есть вот эти главные направления, они немножко отличаются в силу географических, в силу всяких других культурных вещей, да, и невозможно владеть всеми кухнями, всеми техниками, но все они в одинакой степени сложные, с другой стороны, все они простые. Да, все они простые, потому что они базируются на локальных продуктах и на локальной культуре. Вот надо, если ты ее понимаешь, то ты можешь ее возобновлять.